Че как, с вами Камрад. Сегодня я решил не снимать живую часть для этого ролика, поэтому вы будете слушать мой монотонный голос весь хронометраж. Речь пойдет об одной интересной награде, вручение которой включено во время церемонии премии Энни. Уиндзор Маккей Эворд, или премия Уиндзора Маккея, ежегодно вручается отдельным лицам за карьерный и даже пожизненный вклад в мировую анимацию. Зенес Уиндзор Маккей родился 26 сентября 1869 года в городке окорга Оттава Спринг-Лейк, штат Мичиган. В 20 лет, желая поступить в художественную школу, он стал подрабатывать резчиком по дереву, изготовителем плакатов, а затем художником. Базовые навыки в рисовании он получил еще на уроках Джона Гудисона, когда его отец отправил учиться предпринимательскому делу в Ипсиланти, штат Мичиган. В 1906 году он опробовал на себе роль комика, выступая на сцене с коротким сценками. Прославился Маккей тем, что с 1905 по 1914 год, а затем 10 лет спустя, с 1924 по 1927 год, занимался созданием газетного комикса «Маленький Немо в стране снов». Эти выпуски рассказывали о сновидениях мальчика, вобравшие в себя фэнтезийные образы. Были и другие комиксы за его авторством, такие как «Сны любителя гренок» и «Маленький чихун Сэмми». Рисунки Маккея не стали сверхпопулярны, но всегда находили поклонников благодаря яркой манере рисунка. Газеты того времени были гораздо больше современных, и ему обычно предоставлялась для работы половина полосы. В части фэнтезийных рисунков единственным соперником Маккея был Леонель Фейнингер, который после завершения карьеры карикатуристом занялся изящными искусствами. Маккей также создал несколько короткометражных мультфильмов, каждый кадр для которых рисовался вручную, иногда привлекая помощников. Фильмы он использовал в представлениях на сцене. Сначала он рассказывал короткое выступление, рисовал, а затем играл с нарисованными героями, демонстрируя различные трюки. Одной из таких героинь, которая становилась участницей его выступлений, стала динозавр Рихагерти. При создании мультфильмов с ее участием впервые была использована анимация по ключевым кадрам. Премьера такого рода спектакля состоялась в театре Палас 8 февраля 1914 года в Чикаго и далее в театре Хаммерштейна в Нью-Йорке. Искусство, с которым Маккей разыгрывал представление, впечатляло зрителей. Эмиль Коль, работавший до марта 1914 года в Нью-Йорке и видевший выступление Маккея в театре Хаммерштейна, позднее писал, что публике нравилось как актерское мастерство Маккея, так и созданный им фильм. Кроме того, Коль отмечал чрезвычайную прибыльность постановки. В том же году кинематографист и основатель студии Фокс Уильям Фокс предложил перенести Герти на пленку с последующим показом в кинотеатрах. Общий метраж первой ленты составил 12 минут и включал в себя живую съемку с другими художниками-карикутуристами и комиксистами. Даже несмотря на то, что вскоре были выпущены следующие картины с Герти, Маккея не принимал участие в созданиях и работал только по подготовке рисунков для картин. Динозавр Герти не был первым в истории анимации, но стал значительным рывком вперед для формирующего жанра. Его успех вдохновил многих пионеров-аниматоров, таких как Абба Айверкса, Пола Терри, Уолта Диснея, братьев Флейжеров Макса и Дэйва и других. Премию учредили в 1972 году, и кроме режиссеров, аниматоров и сценаристов, такую награду могли получить актеры озвучивания, композиторы и продюсеры. Первыми обладателями награды стали младший брат Макса, Дэйв Флейшер, сценарист, гэггмен и режиссер, а также Уолтер Ланц, создатель циклов про Дятла Вуди. В 1977 году премию получает актер Мел Бланк, человек тысячи голосов, озвучивший множество анимационных персонажей и ветерана Луни Тюнс, вместе с Биллом Скоттом, актером озвучки студии UPA, аниматором студии Дисней Милтом Каллем и основателями одноименной студии Ханна Барбера, Уильямом Денби, Биллом Ханной и Джосефом Джо Барберой. Награду могут вручить и посмертно. Помимо Уинзора Маккея, в разные года проведения были награждены премии Макс Флейшер, Уолл Дисней, Аб Айверкс, Карл Столлинг и другие деятели, посвятившие свою деятельность анимации. В списке обладателей также есть и иностранные творцы, среди которых можно заметить и японских авторов, в лице Исао Токахаты, Хаяо Миядзаки, Кацухиро Отомо и других. А в 1991 году награду получает советский кинорежиссер, сценарист и художник-мультипликатор Юрий Норштейн. А на сегодня это все. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями, переходите по ссылкам ниже в описании. Вот такие дела. Не скучайте.